Всем привет! Всем привет! Вы на канале Стивен Геймс и у меня будет на канале сегодня первый анбоксинг. У меня ни разу до этого не было анбоксингов и анбоксинг будет вот об этой коробочке, да. Мне прислали эту коробку, скажем так, пока что коробку с сайта GearBest.com. Сказали, чувак, выбери какой-нибудь товар, который тебе нужен и мы, конечно же, тебе его пришлем. Так вот, мне прислали вот такую вот коробку и что в ней? В ней клавиатура. Да, ребят, мне нужна будет клавиатура в скором времени, потому что я покупаю стационарный компьютер. Ну, а клава, как вы понимаете, это одна из самых главных частей этого компа. Без нее я, по сути, ничего не смогу сделать. Так вот, это геймерская клавиатура MotoSpeed CK104. Она мне сильно понравилась тем, что у меня ни разу таких клавиатур еще не было. Да, пока что это очень большая загадка, но, в принципе, в самом начале вы видели небольшой отрезок данной клавы. Я думаю, она вам уже нравится. Она механическая, и в ней есть подсветка, да, она светится. У меня ни разу такой клавы не было, и особенно не было механического. У меня все время была клава на двух электродах, и все. Ну, которая работала на двух электродах, например, как в ноутбуках, ну, и на большинства компах стоит такая клава. Так вот, в чем ее суть? Давайте я распакую коробку. Распаковываю я, честно говоря, вам признаю, сразу не первый раз, потому что я уже открывал. Ну, я люблю открывать коробки, это клево. Так вот, в общем-то, открываем коробочку, и здесь вот она, давайте я вам ее продемонстрирую. Отлично, вот она, надеюсь, вы ее видите. Я ее держу, чтобы не упала. Да, она немного розовая, но я объясню, почему. Позже немного, почему я именно взял эту клаву. Так, сейчас снимем вот эти вот штукенцы, и вот, достанем ее. Так, ну, и в коробке больше, по сути, ничего нету, есть только инструкция. Инструкция довольно понятная, она хоть и на английском языке, но в ней все, понятно, довольно объясняется, как переключать подсветку. Но мне, в принципе, только это и нужно было, потому что я, по сути, ничего не знал об этих клавах до этого момента. Так вот, она механическая, поэтому она стоит, конечно, дороже, чем обычная клавиатура, и также в ней 9 цветов. Подсветка мигает очень классно, вы это увидите в данном ролике. И она алюминиевая. Ребята, если кто не знает, алюминий, это просто шикарная легкая сталь такая. Я вам скажу так, что она весит полтора килограмма, да? У меня максимум клавиатуру раньше весили, она стоила рублей 500, по-моему, весила грамм 500, не больше, может даже и меньше. Это весит полтора килограмма, благодаря тому, что у нее... Она механическая, из-за того, что она алюминиевая. Ну, в общем-то, как-то так. И она геймерская. Почему именно розовая? В принципе, там очень много цветов, но я взял этот, потому что здесь снимается вот эта вот алюминиевая планка, и ее можно перекрасить в любой цвет. Так как я бывший граффитист, то я хотел бы сюда наложить один рисуночек, что я сумею сделать. И, конечно же, она будет выглядеть еще шикарнее. Возможно, я продемонстрирую это вам в одном из роликов. Но пока что вот как-то так. Вот такая вот клава. Сзади, если кто интересуется, то есть такие вот резиновые вставочки, чтобы не царапать стол ваш. Вот, можно вот так даже сделать, чтобы клавиатура хорошо чувствовала себя на столе, ну и вам было удобно. Подсветка работает, по-моему, в девяти режимах. Все эти режимы вы увидите сейчас, в скором времени. И, в общем-то, вроде бы как все. Стоит эта клавиатура на данном сайте gearbest.com 50 долларов. 50 долларов, это, в принципе, небольшая цена для этой клавиатуры. Да, многие сейчас скажут, что 50 баксов за клаву, вы что, у меня столько видеокарта стоит. Но на самом-то деле, это алюминиевая клавиатура. Мигает. Да, я как буду сейчас объяснять, как обычный чувак, который вообще в ней ничего не понимает. Мигает, и, в общем, она механическая. Вы послушайте просто этот звук. Это клево, это очень клево. Ну что ж, давайте посмотрим, что она из себя представляет, и какие подсветки у нее есть. Заодно выключу свет, чтобы было все гораздо лучше видно. Что ж, ребята, я подключил клавиатуру. Давайте посмотрим, как она сейчас будет работать. Как вы видите, сейчас клавиатура выглядит, как обычная. Но, в принципе, ничего в ней нет. У меня точно такая же, как вы видите, на ноутбуке. Просто обычная клава. Не механическая, без каких-либо светодиодов. Здесь они есть, и это очень классно. Подключил я ее через USB-провод, подсоединил к USB, и все. В принципе, можем начинать. Я прочел инструкцию и знаю, как работают режимы. 9 цветов написано здесь есть. Ну и давайте глянем. Первое. Режим это просто, вот, смотрите, мы нажимаем на клавишу, и все. Больше ничего, по сути, не происходит. Это классно. В принципе, это классно. Подсвечивает любую клавишу, которую вы нажимаете. Но, хотя, это больше ради эффекта. Следующий режим вот такой вот. И это просто что-то с чем-то. Белый вот режим, ну, мне не особо нравится. Давайте сменим цвет. Можно, как вы видите, радугу из клавиатуры какую-то сделать. Можно, как бы, включить красный цвет. Мне больше нравится красный. Ну, и буду демонстрировать вот этот вот режим на этом цвете. Красным. Ну, давайте переключу разные цвета, чтобы вы убедились, что здесь их очень много. Следующий режим, это вот так вот клавиатура переливается. В принципе, это один из режимов. Можно замедлить. Как вы видите, переливаться будет гораздо медленнее. Я не знаю, честно говоря. Возможно, это кого-то интересует. Поэтому я все и пытаюсь вам рассказать. Можем ускорить обратно. Но давайте лучше замедлим. Потому что, когда ускорено, блин, это очень и очень жутко смотрится. Так, следующий режим вот такой вот. Вот, сейчас, как вы видите, просто клавиши пробежались. И все, давайте ускорим, чтобы вам было понятно. Жмем на одну клавишу, любую. Например, на W. Смотрите, просто пробегает. На G. То же самое. И как бы, вот, нажимая на эти клавиши, я думаю, вы поняли, что вот такой вот эффект срабатывает при нажатии клавиши. Можно менять цвета. Опять же, любой цвет. Вот розовый, например. Если вы девушка. Либо, там, я не знаю, какой еще можно. Тут зеленый, например, какой-нибудь цвет андроида. Да, следующий режим. Следующий режим. Это, когда вы нажимаете на клавишу, подсвечиваются ближайшие. Например, вот на K. И, как вы видите, подсветились ближайшие клавиши. Это если вы печатаете в темноте, чтобы было видно, возможно, что вы печатаете. Хотя, на 100% я уверен быть не могу. Есть вот такой вот режим. Это просто вот так вот разноцветным. В цветах радуги, да, клавиша переливается. Да и, в принципе, все. Так, для геймеров. Что здесь предоставлено для геймеров? Давайте включим другой цвет, желтый. Так, давайте попробуем до единицы дотянуться. Вот такое вот решение. Как вы видите, подсвечиваются клавиши V, A, S, D, которым чаще всего играет. Ну и клавиши вперед, вниз, влево, вправо. Ну, это, скорее всего, для контры какой-нибудь. Потому что в контру бегаете и не видят клавиш, особенно ночью. Я в контру не играю, поэтому, сами понимаете, я мало что в этом понимаю. Вот этот вот режим я, честно говоря, не знаю для чего, потому что подсвечиваются кучи клавиши, для чего я, честно, понять не могу. Вот такой вот режим есть. Есть режим вот такой вот. И есть режим вот такой вот. Всего таких вот пять режимов. Здесь тоже подсвечиваются клавиши W, A, S, D, R и клавиши управления. Также KTRL, Shift и Alt еще подсвечены. В общем-то, как-то так вот подсветка работает. Мне нравится больше всего оставлять вот один цвет. Сейчас. Ой, не на то нажал. Так. Вот, красный. Мне нравится больше всего красный цвет. Смотрится эффектно. Я думаю, если взять какой-нибудь корпус еще красный на компе, стационарном компе, это будет просто великолепно смотреться. Ну и, конечно, как я говорил ранее, алюминиевую вот эту пластинку я сменю на более другой интересный для меня рисунок. Ну и, в принципе, как-то так. Выводы у меня будут обычные. Так как у меня ни разу не было такой клавиатуры, то я вам могу сказать только одно. Клавиатура стоит своих денег. У нее есть подсветка. Она алюминиевая. И она механическая. Механические клавиатуры в любом случае будут стоить дороже обычных. И это понятное дело почему. Здесь более усложненный механизм по разработке. И, блин, когда ты на нее нажимаешь, она издает такие шикарнейшие звуки, как печатная машинка. И это очень клево. Из-за этого она называется механической. Что я могу сказать насчет цены? Цена довольно дешевая. На сайте Gearbest вы можете перейти по ссылке в описании и посмотреть на стоимость 50 долларов. Любой цвет, который вам понравится, вы можете подобрать на сайте. Их там очень много. Я выбрал розовый. Потому что именно только на розовом цвете были белые клавиши. А мне как раз-таки белые клавиши и нужны. А вот эту вот алюминиевую вставочку я сменю на рисунок. На другой рисунок. И, возможно, это вам продемонстрирую. На клавиатуре есть резиновые подножки. Ну и, в общем-то, вроде все. Механическая клавиатура с подсветкой. Что еще можно сказать? Что ж, это все, ребят. Я надеюсь, вам этот обзор понравился. Я делал анбоксинги впервые. Поэтому пишите плюсы и минусы. Что вам понравилось, что не понравилось в данном обзоре, конечно же. Ну и ставьте лайки, если он вам понравился. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.